Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что бывшие помощники Аллы Пугачевой раскрыли ее колдовские способности и то, что происходило в замке в деревне Грязь. На самом деле, довольно серьезные вещи, жуткие вещи. Водит руками, шепчет что-то. Шокированные помощники рассказали о странностях в доме Пугачевой. На самом деле, об этом говорили давно, но писали, что это происки необычных рекламных кампаний для 90-х годов. Стефановичи, который их таким образом и раскручивал, говорили, что она смотрит на небо, говорит, что рассуждает об энергетических определенных вещах. Но это все есть. Ну, якобы ей подвластны эти стихи и так далее. Тогда, конечно, в 90-е годы, может быть, этому верили. Сейчас это звучит совершенно иначе. Но вот что пишут. Значит, Олег Непомничий называл ее «рыжей ведьмой». Мужчина говорил, что Пугачева имеет власть над людьми. Например, она могла одним взглядом заткнуть человека, который ей был не по нраву. Дескать, собеседники немели словно каменее. Значит, о том, что в доме Пугачева всегда творилась какая-то чертовщина, говорит также знаменитая домоработница Людмила Дородна, домоработница Люся. 30 лет она отрубила на Пугачева. По словам Дородного, Пугачева лечила близких одним прикосновением ладони. Значит, помощница вспоминает много случаев, когда видела это воочию и подтверждает это. До сих пор она в шоке от способностей артиста. Если у человека болит голова, она может приложить свою руку к колбу, что-то прошептать, и вся боль у него тут же уходит. Домоработница Людмиле вторит другой бывший сотрудник Пугачева, фотограф Григорий Кузьмин. По его словам мысленно, Пугачева может гасить огонь, отключать электронную аппаратуру. Более того, однажды на съемках новой песни о главном исполнительница хита Орликина исцелила певца Александра Маршала. Артисту стало плохо на площадке, у Маршала сильно заболела голова. Значит, ему принесли лекарство, но они не спасли его от невыносимых страданий. Алла Борисовна, узнав о недуге коллеги, тут же принялась водить руками над его головой. Через пять минут артист уже чувствовал себя прекрасно, вспоминает Кузьмин. Ну, готовый, собственно говоря, финалист битвы экстрасенсов. Друзья, на самом деле, конечно, я не знаю, как к этому относиться. Есть это в природе, но есть ли это у Пугачевой? И для чего это сейчас такие публикации появляются? Не могу сказать. Интересно ваше мнение, что думаете на сей счет. Мне кажется, что, скажем так, вы знаете, когда аргументов фактических, реальных становится мало, в ход идут какие-то параллельные, скажем так, вещи, которые могут, скажем так, вселять что-то в людей. Мне кажется, что это, что это, скажем так, вещи такие, я еще раз скажу, они есть, но в данном случае, мне кажется, это шоу-бизнес, этим все сказано. Друзья, что думаете на сей счет, тем не менее, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку закрепленную в комментариях в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok